Александр Савченко, экономист, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Александр, вот только что мы посмотрели сюжет о том, как российский рынок вместо брендовых товаров заполонили дешевые, низкокачественные аналоги или контрафакт. Ну вот в Россию как будто возвращается 90-е. Как санкции отображаются на жизни именно простых граждан? Ну давайте сначала пофилософствуем. Смотрите, мне кажется, это карма населения Раши, которая выбрала себе такого лидера. А лидер, как известно, в Раше это действительно могущественная фигура. И вот Путин, по сути, декларировал его цель восстановить Советский Союз. То есть он мысленно, и не только мысленно, но и своими действиями, своей политикой ведет эту страну назад. Назад. Back in the USSR, как когда-то пели знаменитые музыканты, да, Beatles. Вот, то есть и за ним, вот за этой философией, идеологией движется вся страна. Я не удивлюсь, если через несколько лет, ну действительно мы увидим картину начала 90-х годов или конца 80-х. В принципе, там уже было то же самое, что будут доминировать низкокачественные продукты везде. И это следствие, вот что я хочу подчеркнуть, не только и даже не столько санкций, сколько вот философии этой страны, которая вслед за Путиным движется в прошлое. В прошлый век, прошлый стиль жизни, качество жизни. Тогда все радовались, да, что хотя и это есть, все радовались, да, подделкам. Ну и сейчас постепенно некоторые возмущаются, да, что как это так, страну наводнили подделки и китайская продукция. А через год-два они будут радоваться, что хотя бы и это есть. Почему? Потому что сами они произвести, в принципе, ничего не могут без вот импорта. А средств для импорта становится все меньше, все меньше. Почему? Доходы, вот, нефти падают, значит и купить они могут меньше. Ну и надо выбирать, выбирают дешевую низкокачественную продукцию. То есть это судьба, карма, это будущее Раши. Ну действительно, есть уже сообщения о том, что они стали все чаще покупать лапшу быстрого приготовления, кофе в пакетиках растворимый и так далее. Ну давайте еще о санкциях поговорим, не только российских. Вот США анонсировали новые ограничения против любой китайской компании, которая помогает российскому ВПК. разработали законопроект, который даст вот таким компаниям 180 дней, чтобы уйти из российского рынка, прежде чем на них будут наложены полные блокирующие санкции. В Вашингтоне очень недовольны поставками продукции военного назначения из Китая в Россию. И этот вопрос будет подниматься госсекретарем Энтони Блинкином во время визитов в Пекин. Он поедет туда на следующей неделе. Как Вы считаете, прислушается ли Китай вот к такому острому призыву Соединенных Штатов? И если санкции эти введут, то как это отразится на торговле между странами? Ну действительно, мы наблюдаем. Последние полгода, да, в конце прошлого года Соединенные Штаты перешли от слов к действиям. В первую очередь это коснулось банковской системы Китая и не только Китая. Ну а теперь они взялись уже и за предприятие. Почему это происходит? Точно я не могу сказать, но в американском эстеблишменте что-то изменилось. Они явно осознали угрозу, скорее всего, через свою разведку, что Иран, Китай и Раша координируют свои действия. И террористические акты, и военную политику, да, и вот поддержка друг другу оружием. И вот произошел такой перелом, что даже Джонсон, да, спикер от республиканцам, вот эту мысль ясно продемонстрировал. А что это означает? Это означает, что теперь Штаты будут не словами, а действиями действительно бить не только по экономике Раши или Ирана. Ну, с Ираном им очень тяжело справиться, то есть это такой региональный лидер. А вот по Китаю могут бить. И они уже провозгласили, что вводятся новые пошлины на продукцию стали из Китая. Причем они должны вырасти в три раза. В три раза. По сути, это запретительные пошлины. После этого может вообще прекратиться экспорт стали из Китая в Соединенные Штаты. И я думаю, визит Блинкина будет, ну, он будет уже показательный. Сначала Джанет Эллен поехала, она показала, какие финансовые будут санкции. Теперь поехал Блинкин, который от финансовых санкций может перейти к прямому запрету. Что, по сути, некоторые крупные компании Китая, которые были ориентированы на американский экспорт, я думаю, на ЕС, после таких санкций могут обанкротиться. И это должно скоррегировать политику Китая относительно пассивной, но все-таки помощи Раши. Китай должен определять, что он будет делать. Или следовать, пусть не явно, но в форматоре американской политики. Или все-таки хочет проводить и дальше ревизионистскую политику и помогать, пусть не прямо, но косвенно, Раши. Ну, кроме того, еще есть и проблема, да. И тут Блинкин хочет подыграть в каком аспекте, что все-таки в Китае рыночная экономика. Там очень много частных компаний, которые даже без одобрения правительства, ну, там, коммунистической партии, ведут торговые и коммерческие операции с Рашей. А вот после этого визита, когда все это будет публично сказано, да, и, я думаю, бизнес прислушивается тоже. Почему? Потому что, наверное, он получит месседж, что государство не будет поддерживать финансово вот такие предприятия. Поэтому, да, надо приготовиться, Раша, что не только уже банки сейчас начнут отказывать проводить операции по подозрительным каким-то сделкам или вообще, в принципе, но к этому присоединятся и некоторые промышленные предприятия, которые прямо или косвенно способствовали военно-промышленному комплексу Раши. Ну, по всей видимости, Китай видит эту проблему с банками у России. И вот китайский экспорт, по данным статистики, сократился почти на 16%. Это вот речь о торговле с Россией. И произошло это впервые с июня 2022 года. В Китае тоже боятся наказания, да, вот в отказе банков принимать платежи за поставку товаров в РФ? Да, там очень ужесточена процедура операций с любым физическим или юридическим лицом, которое находится в Раше или имеет паспорт, или с прокси компаниями, которые имеют тесные связи с этой страной. И банки, я повторяю, это самые трусливые коммерческие структуры. Почему? Потому что им есть что терять, и санкции могут быть моментальными. Если предприятию дают 180 дней, да, чтобы они прекратили торговые операции, то банкам дается, как правило, месяц, а потом идут санкции. Санкции очень жесткие, ну, например, могут отлучить от операций с валютой, да. Почему? Потому что, ну, с долларовыми и с евро. Потому что валюта это в конечном итоге собственность или Америки, или Евросоюза. И они устанавливают правила обращения этой валюты, в том числе и с деньгами, которые находятся на счетах китайских банков. Более того, вот Федеральная резервная система по, допустим, требованию Министерства финансового может заморозить в любой момент любую сумму любого банка, у которого есть доллары на счетах. В любой точке мира. То есть щупальцы финансовой системы Соединенных Штатов и Евросоюза, они легко дотягиваются до любого банка. Маленького, большого, любого. И поэтому банки очень чувствительные. Банки очень быстро прислушиваются к сигналам, которые идут от Соединенных Штатов или ЕС. Ну, а вот теперь пришла очередь и за предприятиями. Но я очень рад, что мы давно и в вашей программе, и в других программах говорили, что санкции должны действовать немножко иначе. Должна быть описана санкция, должен быть уполномочен орган, который отслеживает действия этих санкций. И должна быть система наказаний. Система наказаний предусматривает наказание компании, наказание менеджеров этой компании, в том числе и уголовное наказание. И наказание даже стран, которые не препятствуют деятельности вот таких компаний, которые обходят санкции. И вот на примере Китая мы это видим. Да, вот я еще раз повторяю. До Ирана Штатам дотянуться очень тяжело. Там между ними нет никаких торговых операций, финансовых операций. А вот с Китаем, ну, это самая большая связка. Китай и Соединенные Штаты, это половина, ну, я не скажу половина мировой торговли, но если мы сюда включим и ЕС, то это действительно почти половина мировой торговли. Поэтому Китаю как стране есть что терять. Вот. А приобрести с Рашей он может, я грубо скажу, только геморроид, да. Вот. И товарищ Си должен это понимать. Если это он плохо понимает, то вот бизнес китайский, банки китайские, это уже начинают понимать. И, кстати, я думаю, все-таки коррекция курса будет. А сейчас в геополитике, по моему мнению, глобальная задача Соединенных Штатов это разбить этот треугольник. Иран, Рашу и Китай. Вот любыми средствами надо его разбить. Иначе это, ну, действительно большая сила, большая опасность. И террористическая, и военная угроза, и геополитическая, так. Поэтому мы очень рады, что наконец-то Соединенные Штаты вновь обретают позицию лидера в этом мире. Продолжая тему банков, по данным Центробанка АРФ, совокупный импорт в Россию упал в марте на 18%. Ну и все из-за того, что основные партнеры Кремля, ну, кроме Китая еще, Турция, Арабские Эмираты, стали гораздо строже проверять платежи за поставки. Приведет ли это в обозримом будущем, скажем так, к существенному сокращению торговли со страной-агрессором? Нам самое главное не импорт. Да, импорт запрещенных товаров, технологий, это, конечно, табу, это плохо. А нам надо бороться с падением экспорта. Ну, не бороться, а способствовать падению экспорта Раши. Ну и вот, наконец-то, хороший сигнал за март. Доходы от продажи нефти упали на 20% в этой стране. Это при том, что цены пробивали рекорды в марте. Да, это значит, что дела там очень плохи. Вот. И еще раз подчеркиваю, чтобы поняли наши зрители, телезрители, что ВВП, как считается, это доходы, инвестиции, да, это одна часть, а потом плюс экспорт и минус импорт. Вот. Чем больше экспорта, тем больше ВВП, чем меньше импорта, тем меньше ВВП. Понимаете? Поэтому нам надо бороться с экспортом. И давайте еще раз предложим Соединенным Штатам, лидерам Большой Семерки, которые соберутся уже в июне, так, для того, чтобы окончательно обсудить и санкционную политику, и конфискацию резервов. Давайте им подскажем, вот глобально, что надо делать. Надо ввести тотальную пошлину на уровне там 25-30% на весь экспорт из этой страны. Вот эта рекомендация привела бы к обвалу экспорта, к обвалу, к настоящему обвалу. А добить эту экономику можно еще и другой рекомендацией, чтобы банки не только шарахались от операции с Рашей, но и получили новое правило, что любая сделка, то есть перечисление валюты, проплата, длится не менее 10 дней. А если есть малейшее подозрение, что фирма подыгрывает Раша, что товар этот подсанкционный, то можно ее и до 30 дней продлить. И тогда мы бы вызвали еще больший дефицит валюты, и я думаю, импорт запрещенных товаров стал бы еще труднее. Вот эти две рекомендации, я думаю, рано или поздно лидеры Большой Семерки все-таки возьмут на вооружение. Они же взяли на вооружение нашу рекомендацию ограничить цены на нефть. Да, они работают плохо, но все равно нефть Раши продается на где-то 15%, где-то 12% дешевле, чем нормальные, чем могла бы быть эта цена. И это уже хорошо. То есть вот эти два рекомендации могли бы существенно помочь в окончании войны. Почему? Потому что войну выигрывает та страна, у которой больше ресурсов для проведения этой войны. и вот именно экспорт как раз и поддерживает экономику. Которая, видите, хоть она и шатается, но по статистике заявляет Путин, что у нас рост был 3,6%. Запланировали на этот год рост 2%, но Международный валютный фонд подправил, говорит, да нет, будет не 2%, будет больше, где-то 2,6%, а то и 3%. И это неправильно. Я понимаю, что это нарисованный рост через фальсификацию индекса инфляции. Они говорят там 7,7% сейчас годовая инфляция, а все специалисты впервые я тоже очень рад, что и в ваших программах мы в прошлом году говорили, что реальная инфляция в Раше больше 16%, и сейчас уже ведущие экономисты, которые даже живут там в Раше, говорят, да, инфляция выше 16%, это ставка рефинансирования Центрального банка, которая не может с ней справиться. И поэтому реально там неэкономический рост, там падение, но оно пока незначительное. 2-3% это не то, что нам нужно, чтобы война прекратилась. Надо 20-30%. А для этого масштаб санкций должен быть существенно больше. Ну, Путину нарисовали голоса на псевдовыборах, что им стоит нарисовать и экономический рост. Вы вспомнили об экспорте нефти, вот я видела информацию Блумберг писал об экспорте дизеля, который тоже упал на 25%. Насколько серьезными могут быть вот эти, насколько это серьезно для доходов бюджета, скажем так? Очень серьезно. Почему? Потому что намного более выгодно продавать не сырую нефть, а, например, дизель, нефтепродукты. Там рентабельность еще больше. И всего того, что украинские вооруженные силы, ГУР, СБУ уничтожают мощности для производства этого дизеля и бензина, да, и других нефтепродуктов, то Раша лишается существенных доходов. Тут статистика пока неустойчивая по дизелю. Да, почему? Потому что все цифры засекречены. Да, это то, что смоделировало, восстановило вот эта агенция. Но я так думаю, что соответствует истине эта цифра. Почему это происходит? Потому что дизель это основное горючее для войны, да, для грузовиков, для танков, керосин, для самолетов. То есть и Путину ничего не остается, как сокращать экспорт на бензин вообще уже запрет давно есть. Я ожидаю, что и по дизелю скоро будет, если еще 3-4 предприятия крупных, вот их переработка будет уничтожена. Поэтому все идет в правильном направлении, хотелось бы быстрее и мощнее, но вот вы сказали, да, упал экспорт дизеля на 15%, это можно считать, это 2-3 миллиарда Раша не получила. Не получила. Каждый миллиард это копилка для нас и наоборот для Раши. Просто я напоминаю нашим слушателям и телезрителям, что Путин тратит на войну в этом году приблизительно 110-120 миллиардов долларов. Любой миллиард вынужден вас перебить, заканчивается эфирное время. Спасибо вам большое за этот разговор, за вашу информацию и за ваше время. Александр Савченко, экономист, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного.